Очередной, уже восьмой по счёту после 24 февраля, пакет европейских санкций против РФ на подходе. О том, что он уже согласован на уровне постпредов стран Евросоюза, сообщил сегодня утром на заседании Европарламента в Страсбурге глава евродипломатии Жозеп Боррель. Вместе с Еврокомиссией мы изложили новый набор общих и персональных санкций постоянным представителям стран ЕС. Они провели над ними большую работу. Послы приступили к работе вчера вечером. Встреча продолжается сегодня утром, и я верю, что до конца этого пленарного заседания мы можем достичь согласия в Совете. Поводом для введения восьмого пакета санкций стали псевдореферендумы, проведённые на оккупированных России и территориях Украины. Мы действовали быстро и решительно. Мы никогда не согласимся ни с фиктивными референдумами Путина, ни с какой-либо аннексией Украины. Мы намерены продолжать заставлять Кремль платить. Главный ожидаемый элемент восьмого пакета – введение потолка цен на российскую нефть, от продажи которой Путин и его администрация продолжают получать десятки миллиардов евро для финансирования войны в Украине. Однако, по мнению экспертов, подобный запрет на покупку российской нефти выше определённой цены Евросоюзу будет весьма непросто обеспечить. Мы не контролируем предложение. Предложение контролирует ОПЕК+. И мы уже читаем, какие, очевидно, планы есть там. И, честно говоря, мы уже, конечно, контролируем только часть спроса, потому что даже страны Большой Семёрки – это лишь небольшая часть, или далеко не полная часть спроса на нефть. И российская нефть – очень важная часть всемирного рынка. И насколько действительно эффективно удастся её оттуда исключить, для меня всё-таки ещё большой вопрос. Словно в ответ на ещё не введённые санкции, Россия, Саудовская Аравия и другие страны, по данным Financial Times, планируют объявить на заседании ОПЕК+, о резком сокращении добычи, что может привести к драматическому скачку цен на нефть. Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что доля России в поставках газа в ЕС упала до 7,5%. Тогда, как ранее, доля экспорта из России составляла 41%. Более подробно штрафные меры по нефти, которые, как и по газу, Евросоюз до последнего не вводил, обсудим с экспертом по нефтегазовым рынкам Сергеем Вакуленко, который у нас сегодня в студии. Сергей, добрый вечер. ЕС, судя по всему, введёт санкции на российскую нефть по образцу США. А как этот американский образец выглядит? Америка опубликовала проект, как могут работать санкции. Энфорсмент возложен во многом на тех, кто будет предоставлять соответствующие услуги. То есть страховщики, те, кто предоставляет торговое финансирование, перевозчики должны так или иначе контролировать, сколько стоит та нефть, которую им предлагается перевозить, если это нефть российская, и если нефть стоит дороже, чем объявленный потолок, отказывать в перевозках, отказывать в предоставлении страховки, отказывать в предоставлении финансирования. Сергей, ну вот вы как раз сказали контролировать. Самое проблемное в этой схеме санкции будут касаться третьих стран. Так вот каким образом будет это всё контролироваться? Возлагает соответственность на страховщиков и так далее? То, что вы перечислили? В американской модели предполагается, что это требование распространяется на тех, кто находится в американской юрисдикции. В американской юрисдикции через американскую доктрину длинных рук закона с точки зрения американских судов оказываются очень и очень многие. Если так или иначе любая транзакция использует, например, доллары, эта транзакция является предметом американского закона, и тот, кто этот закон нарушает во время такой транзакции, может быть привлечён к ответственности по американскому суду. И это там дорого и больно. С Европой ситуация несколько другая. У Европы, во-первых, нет такого вот механизма и концепции длинной руки. Во-вторых, у Европы нет механизма инфорсмента санкций. Вообще говоря, общеевропейского законодательства как такового, ну, не совсем существует. Европейская комиссия принимает какие-то директивы, а дальше всё это воплощение идёт на национальном уровне. Европейское санкционное законодательство гораздо моложе, гораздо слабее американского, и соответствующих органов, призванных использовать дубинку, которая есть у Америки, в Европе, в общем, нет. То есть они будут с колёс принимать какие-то решения? Да, это так. То есть, по всей видимости, это некоторая импровизация. И как это будет работать, думаю, в Европе мало кто знает, если кто-то знает вообще. Сергей, сегодня мониторинговый комитет ОПЕК+, как понимаю, по настоянию России и Саудовской Аравии, согласился на сокращение добычи нефти. Зачем это нужно России, понятно, а вот зачем это нужно саудитам, союзникам США? Ну, во-первых, это сокращение во многом бумажное. Точно так же, как и предыдущие приросты добычи тоже были во многом бумажные. ОПЕК+, давным-давно перевыполняет свои ограничения или не выбирает квоты. Почти никакие страны ОПЕК+, на сегодняшний день, не способны полностью добывать то, что им можно добывать по ОПЕКовским квотам, за исключением Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов и так далее. То есть сокращение будет довольно небольшим, меньше, чем вот те самые 2 миллиона баррелей в день. А, во-вторых, это некоторый сигнал. Когда мы говорим о введении вот этого потолка цен, ну, что может произойти? Россия может с этим либо согласиться и честно это исполнять, либо согласиться, но начать так или иначе это обходить. То есть формально российская нефть будет продаваться по допустимым ценам, а на самом деле по более высоким, через там разные механизмы. Или Россия довольно жестко может сказать, что, ну, например, Россия вводит свое законодательство не о потолке, а о поле цен, и Россия законодательно запрещает продавать там российскую нефть по цене, ну, допустим, дешевле, чем Брент минус 10 долларов забаррали, как-нибудь так. И если Россия встает в такую жесткую позицию, это означает, что на рынке возникает дефицит, а дальше идет война на истощение или там битва воль. Кто первым моргнет? То ли Россия решит, что ей совсем уж нужна валютная выручка и согласится на условия вот этого ультиматума Европы и США, или же страны, стонущие без нефти, скажут, черт с ними, с этими санкциями, нефть важнее, там, покупаем у России по цене выше объявленного потолка. Россия, наверное, надеется на второе. И то, что происходит сейчас, с моей точки зрения, это сигнал, который посылает Саудская Аравия и ОПЕК в целом, что Россия, ты можешь так сделать, и не волнуйся, мы не будем восполнять тот дефицит, который вдруг создастся, если кто-то будет отказываться покупать российскую нефть по цене выше санкционной, мы этот дефицит восполнять не будем. То есть, Россия, если ты будешь воевать с миром против ценового потолка, мы тебя в этом поддержим. Почему и зачем это нужно ОПЕКу? По очень простой причине. ОПЕК крайне боится, что этот механизм, созданный и отточенный для России, для политических целей, будет после этого применен к ОПЕК. Фру Вестергер, например, глава европейского директората по свободной конкуренции, очень не любит никакие картели. В американском конгрессе время от времени появляется законопроект, обычно он называется НОПЕК, который против картеля, который предполагает, что страны, продающие нефть в рамках картеля по картельной цене, высокой, должны быть подвергнуты преследованию по американскому антитрастовому законодательству. Пока ничего из этого не получалось. И в частности, никакого механизма создать картель покупателей, который мог бы противостоять картелю продавцов, нет. Для Саудовской Аравии, для ОПЕКа в целом, это сценарий ночного кошмара, если вдруг такой механизм появится и заработает. Поэтому они вполне заинтересованы в том, чтобы Россия смогла его торпедировать, утопить, похоронить и, видимо, сигнализировать, что будут ее поддерживать. То есть я правильно понимаю, сейчас есть такую выжимку сделать. На ваш взгляд, в принципе, сегодня обменялись и ОПЕК+, какими-то сигнальными импульсами, и Евросоюз, который пока тоже не очень понимает, как он будет применять эти штрафные меры по отношению к России. Евросоюз об этом говорит с лета. Было несколько обсуждений в рамках встречи G7 в июле, потом в августе, поэтому действия Евросоюза совершенно ожидаемы. После того, как США опубликовали свой подход, понятно было, что Евросоюз это поддержит и поддержит в своих рамках. В определенном смысле это даже некоторое пославление, потому что то, что Евросоюз заявлял летом, когда впервые появилась документация о том, что Евросоюз наложит эмбарго на закупки российской нефти, тогда же говорилось, что и все услуги, связанные с торговлей международной российской нефтью, Евросоюз предоставлять тоже не будет. Насколько я понимаю, нынешний пакет законодательства говорит, что они предоставляться будут, если цена будет ниже потолочной. Другое дело, что тогда говорилось, что все судоходство, морские перевозки из этого исключены, а сейчас они в это включаются. Со стороны ОПЕК это первое такое высказывание, первый такой сигнал, первый такой предупредительный залп, но да, я рассматриваю, что это именно такое предупреждение, что будет, как будет реагировать ОПЕК, если и когда этот механизм вступит в действие. Сергей, ну и не могу, конечно, не задать вам вопрос про газ. Прояснилась ли ситуация с утечкой практически на всех нитках Северного потока? Пока можно сказать только то же самое, что все говорили неделю назад, что Северный поток прохудился, он разрушился, из него вытек газ. По всей видимости, уже почти весь газ вытек. Потому что давление стабилизировалось, по-моему, к понедельнику, по крайней мере, газпром сообщил. Да, стабилизировалось, но он же не прямой линией такой вот лежит по дну, он лежит такой вот змейкой с подъемами, спусками, и поэтому в нем образуются такие вот колена, как в пещере или там в трубопроводе, или водопроводе на кухне, да, сифон. И вот там наверняка есть еще такие вот линзы газа в этом трубопроводе, которые, наверное, будут выходить еще довольно долго, и они предоставляют определенную опасность. Ровно поэтому, кстати, туда никто не ринулся на инспекцию происходящего. Во-первых, вода во вместе этих разрывов, она газированная, поэтому на гораздо меньшей плотности, и корабли, которые туда подходят, могут банально утонуть. Они плохо плавают по газированной воде. А вторая причина все-таки идет газ, он огнеопасный, искры, и вот, соответственно, ждут, чтобы газ действительно совсем-совсем вышел, и туда, видимо, пойдут какие-то водолазы, подводные луноходы. Ну, как раз вот Германия, Дания и Швеция, по-моему, договорились о том, что они направят своих расследователей, но, судя по всему, когда ситуация не будет столь рискованной. Ну да, видимо, еще подождут, тем более, что, ну, успешки никакой нет, да. В отличие от разлива нефти, ну, газ, он вышел, вышел воздух, там не нужно никаких работ по срочному ограничению разлива. В этом проблеме нет. Сергей, большое вам спасибо за вашу экспертную оценку, спасибо, что нашли время прийти к нам. Спасибо. Напомню, что гостем в студии был эксперт по нефтегазовым рынкам Сергей Вакуленко. Как раз только что мы говорили с нашим гостем о Северном потоке. Мой коллега Владимир Есипов подвел некий итог тому, что известно на сегодня о беспрецедентной аварии на трубопроводах Северный поток в Балтийском море. Смотрим. На девятый день с момента первого сообщения о ЧП на газопроводе Северный поток акционерное общество Nord Stream сообщило, что давление в трубах Северного потока-1 стабилизировалось и что в данный момент компания не может проинспектировать состояние трубопровода на дне из-за отсутствия необходимых для этого разрешений. Как говорится в заявлении компании, власти Швеции ввели запрет на судоходство вокруг зоны ЧП. Там расследования будут проводить государственные структуры. Властям Дании может потребоваться до 20 дней на согласование подводных работ. А власти Норвегии якобы не дали разрешения на выход в море, зафрактованного Северным потоком судна с необходимым для работы на глубине оборудования. В среду представители правительства Германии сообщили о планах создания совместной следственной группы с участием Дании и Швеции, которая займется изучением обстоятельств аварии на газопроводе, по которому еще недавно из России в Германию поступало 55 миллиардов кубометров газа в год. А на газовом рынке, между тем, наблюдается небольшая разрядка. Краткосрочные цены за последние 2-3 дня резко снизились. Такое впечатление, что на рынке царят менее тревожные настроения, что ситуация понятна и что российский газ больше не вернется. Понимание есть, но беспокойства нет. В Москве требуют, чтобы Россия была допущена к расследованию. Мы, безусловно, будем ждать каких-то уточнений на этот счет, и мы считаем, что, безусловно, участие российской стороны в обследовании мест повреждения и в расследовании произошедшего должно быть обязательно. Во вторник Газпром заявил, что готов закачать газ в исправную нитку Северного потока-2, если будет принято решение о поставках. В ответ в Берлине представительница правительства перешла на русский язык. Причина, по которой в Германию из России не поступает газ, заключается не в неисправности Северного потока-1, а в том, что Россия, в принципе, не хотела больше поставлять газ и искала для этого политические предлоги. Так что мы исходим из того, что Россия ненадежный поставщик газа и неважно, по какой трубе. В таком же духе комментирует сообщение и эксперт по газовому рынку Ломан. Я не думаю, что в Германии кто-то на это согласится. Я считаю, что вообще удивительно, что Газпром такое говорит. Они все это время не поставляли газ и не наращивали поставки через Украину. Все это тактические игрища с целью изменить внутриполитическую ситуацию в Германии. Военно-морские силы Швеции, между тем, воздерживаются от комментариев по поводу сроков погружения водолазов или подводной лодки к месту аварии. Ситуацию осложняет и прогноз погоды. Ожидается ее ухудшение в районе погружения.